Все ли блюдут тишину? Хорошо. Доброго вечера всем членам сообщества университета. Искренне надеюсь, что ваши мысли и деяния имеют доброе направление. Я здесь для того, чтобы обсудить с вами вопрос, чье значение невозможно преувеличить. Уверен, что вы уже все успели услышать Мелефанову ересь. Как бы администрация и я не старались защитить вас от него, в распространении своей лжи, он, на горе нам, удивительно изобретателен. Я слышал, как его нечистую философию в открытую обсуждают люди, которых я считал достойными гражданами и учениками. Не бывать такому. Посему я собрал вас здесь сегодня, чтобы положить конец тлетворному влиянию этой новоантифонийской идеологии. Мелефан – бунтарь и предатель. Он отвернулся от своих предков. Он готов разрушить общественный порядок и естественные науки, которые являются опорой нашего образа жизни. Мелефан злословит, говоря, что мы слишком сильно держим в своих руках священный институт демократии. Это сущая бессмыслица. Все и всегда знали, что демократическая система настолько мудра, насколько мудрые ее свободные мужи. Мы укрепляем людей, и таким образом мы укрепляем демократию. Говорю я. Университет – величайший союзник демократии всех времен. Мы вручаем в ваши руки вершины мудрости наших праотцов, защищаем вас от ложной веры, которая всегда была врагом справедливого и свободного общества. Ибо что может быть доказательством просветленного общества, как не единодушие? Но этот кладезь порока на этом не останавливается. Мелефан – приверженец старой, опровергнутой и противоречающей учению Аристотеля идеи о том, что между рабом и свободным человеком может существовать некое естественное равенство. Идею, которую мы все видим разве что в комедиях, он рассматривает как серьезную философскую концепцию. Попробуйте представить, пусть это и сложно, мир, где он оказался бы прав. Просто представьте себе мир без рабов. Кто, по мнению Мелефана, будет пахать поля? Кто будет следить за хозяйством? Кто будет воевать на поле брани? Само собой, разумеется, что он не прав. Ну, хоть кто-нибудь из вас пытался говорить с рабом. Большинство из них разумеют лишь свое дело, а те, кто способны вести разговор, ничего не знают о классических философах. Им не дано понять природу поэзии, комедии или трагедии. Только острый ум. Ум свободного человека, особенно ученого в университете лучшими философами нашей эпохи, может понять все эти тонкости. Разве не заметил мудро-великий Гиппократ, что некоторые люди, например, анатолийцы, более других предрасположены быть рабами. Раб преуспевает в материальном, подобно зверю. Тьфу. Свободный же человек преуспевает в рассудочном, подобно богам. Эти две природы не пересекаются. Университет сделал это разделение идеальным. Благодаря достижениям наших естественных наук, никому больше не придется бояться раба или жену, которые вдруг могут перейти границу многомыслия. Жизнь гражданина стала более свободной и безопасной, как никогда ранее. Тем временем Мелифан не изрек ни слова, ни испорченного ложью, развратом и не ведущего неверной дорогой. Как это низко с его стороны. Мы с коллегами-канцлерами из других кампусов твердо решили искоренить это опасное учение. Мы больше не потерпим упоминания о них или обсуждений. Наказанием же будет исключение и отзыв в научной степени. Это суровые меры. Я знаю, но по опыту администратора могу сказать, что лучше выкорчевать все ростки из этой ереси сразу, чем дожидаться, пока она взрастет и обвалится под весом собственной лживости. За мной стоит имя моего отца, и его отца, и цепь имен уходит в самое начало эпохи классики. Любовь к истине течет в моих жилах, словно нетленная кровь богов. И со всем авторитетом своего наследия обращаюсь я к вам как к равным. Не давайте этому безумию ходу. Оно началось с Мелифана, пусть на Мелифане же и закончится. Пусть свобода и гармония останутся незапятнанными. Университет Алексильва был и остается светочем знаний и мудрости. Не забывайте об этом. Да улыбнуться боге всем нам. А теперь возвращайтесь в классы. Субтитры подогнал «Симон»